В один день все меняется, в один день все поворачивается, и мы знаем, что все будет хорошо, Всевышний о мире заботится. То есть мы точно знаем, что мера добра в мире намного больше. Как бы ни писали СМИ, как бы ни писали какие-то журналисты, извращенцы, мы видим однозначно, что мера добра намного больше. То есть да, есть войны, да, есть какие-то неприятные события, но их начинает единичка маньяков, мизер какой-то маньяков, а так каждый день врачи спасают жизни. Вы знаете, сколько в мире каждый день спасают жизни врачи на операциях? Десятки тысяч, сотни тысяч, намного больше, чем погибают. Сколько в жизни происходит чудес, какие изобретаются лекарства, сколько сейчас таких позитивных событий, что никогда столько не было, да, как сейчас. Поэтому мера добра больше, и значит сегодня мы как раз начинаем врата 22 из качеств характера, врата лжи. Вот сегодня мы поговорим как раз про ложь. Можно ли верить тому, что говорят, да, вот даже себе. Можно ли верить себе врата лжи? Сегодня мы разберемся про ложь. Наигрить ложь это шетер. Шетер это шетер, да, такие три буквы подряд идут. Шетер это три в самом конце алфавита. Да, шетер это шин, куфрейш. Вот так написано. Сейчас если вам покажу, если видно будет. На доске вот так пишется шетер. Ше-ке-э. Шетер. Три буквы такие, да, видно вам? Они все, видите, они на такой вот стоят на палочке, поэтому говорят, у лжи нет ног. Они начинаются, ну, как бы, если смотреть, как они написаны, то они написаны все с такой маленькой палочки, называется, потому что у лжи нет ног. А истина вот так пишется. Э-М-Э-Т. Видите? Эм-Эт, то есть все буквы с двумя ножками. Все буквы с двумя ножками, с подставками, такая устойчивая. Причем эм-Эт это первая буква алфавита, средняя буква алфавита и последняя буква алфавита. То есть эм-Эт, слово истина, оно очень-очень, как бы, такое устойчивое, да. Истина, она устойчивая. А шетер, он шатается, он стоит на одной ножке. Еще очень интересно, что эм-Эт, вот если мы возьмем, алфавит это один, мэм это сорок, и тав это четыреста. То есть, если мы возьмем, как считают дематрии, то один плюс четыре плюс четыре. Девять, девять это цифра, которая обозначает истину, девять. И вот девятка это такая цифра, что на что ее не умножишь, получится всегда девять. Она такая основа всего. Как я знаю, смотрите, девять умножить на два, восемнадцать. Восемнадцать это один плюс восемь, девять. Девять умножить на три, двадцать семь. Два плюс семь, девять. Девять умножить на четыре, тридцать шесть. Три плюс шесть, девять. 9 умножить на 5 – 45. 4 плюс 5 – 9. 9 умножить на 6 даже, да? 54. 5 плюс 4 – тоже 9. То есть, как вы 9 не умножаете, все цифры, на которые вы 9 умножаете, потом складываете, всегда 9. То есть, Эммет – это истина, она будет стоять всегда, это основа мира. А Шетер – это ложь, которая нет у него ног. Ну что? Значит, говорит нам автор этой книги, что мудрый человек, в этом и есть одно из качеств мудрости, он взвешивает на весах разума, чтобы различить ложь и правду. В этом мире все очень смешано. Все очень смешано, этот мир, вот мы сейчас живем, его даже называют в таких книгах по Кабале, называют Алма-де-Шикра – мир лжи. Мир, в котором мы живем. Почему? Все здесь смешано, это как сумерки такие, да? То есть, очень тяжело найти однозначную правду, потому что однозначная правда – это некая объективная реальность. И объективная реальность – это то, что идентично для всех. Но где вы найдете такое, что идентично для всех? Куда ты ни глянь, оно все где-то… Для меня это объективно. Я, например, объективно, что вот эти вот злодеи вчера убили этих бандитов, которые вообще разрушают просто жизни людей, хамасовцев этих, да? Убили там главных хамасовцев этих. Теперь, но кто-то может сказать, нет, это нехорошо, что их убили. Но как же нехорошо? Если бы их сейчас всех убили, там 10-20 человек, вот их главарей, то тут же миллионы людей жили бы счастливо и хорошо, не было бы войны, не было бы ничего. То есть получается, что вот все смешано. Очень тяжело, однозначно найти правду. Поэтому нам говорит автор этой книги, что мудрец, он взвешивает на весах разума, чтобы различить ложи правду. Но различить их очень тяжело, потому что правда – это объективная реальность, идентичная для всех. Значит, все остальное – ложь. То есть как тут ни крути. Человек, который описывает что-то или рассказывает что-то, он рассказывает свое мнение, и это не является объективной реальностью, идентичной для всех. То есть он может сказать свое мнение, но это уже нельзя сказать, что это ложь. Но это уже точно неправда. Понимаете, какая интересная речь? Что все, что, например, любой человек говорит, назвать правдой нельзя. Даже если ты честнейший человек. Почему? Правда – это объективная реальность, а он все равно описывает свою субъективную точку зрения. Значит, его субъективная точка зрения уже не является правдой. Она является интерпретацией, описанием. Да? Но можно ли сказать, что это ложь? Тоже нельзя. Может, это не ложь. Он как бы говорит свою субъективную правду. Да? Все. Теперь, значит, мудрец, он разделяет между ложью и ложью. Разделяет между ложью и ложью. Ну, и, значит, сейчас нам автор этой книги говорит такую вещь. Он говорит, смотрите, каждый человек, без исключения, искажает реальность, искажает, каждый размышляет согласно своим свойствам. Все доводы лентяя соответствуют его лене. То есть, лентяй смотрит на любую ситуацию, и так как в нем есть его лень, то он ее интерпретирует с позиции своей лени. Гневливый рассуждает согласно со своим гневом. То есть, он как бы, он реально это видит, для него это реальность. И его качество определяет его описание мира. Гордец согласно со своей гордыней описывает ситуацию. И все остальные также, согласно со своими качествами, о которых мы говорили. Человек приводит доводы согласно качеству, преобладающему в нем. Расточительный по своему расточительству, скупой по своей вкусу, скупости, любящий по своей любви, ненавидящий по своей ненависти, поэтому желающий быть истинным человеком, должен прежде всего излечиться от всех дурных качеств. Значит, потому что его качества будут тянуть за собой, значит, его интерпретации, его объяснения. Вот недавно ко мне приезжал один человек, и он говорит, вот знаешь, говорит, я всю жизнь стараюсь всем помогать. Да, стараюсь всем помогать, стараюсь всем помогать. А потом я понял такую вещь, начал изучать психологию, что меня в детстве когда-то в доме хвалили только, если меня хвалил кто-то из окружающих. То есть меня родители сами по себе никогда не хвалили, так он вспомнил. А хвалили только если там в школе меня похвалили, значит, меня родители говорили, ты молодец. И я, чтобы добиться любви родителей, я старался все время помогать другим людям, чтобы меня похвалили. Это стало моей натурой. Теперь вот я все живу, живу, все для других, все я должен, всем я делаю, все я помогаю. И в итоге вот вся моя жизнь управляется вот этим вот моим качеством. Да, вот так он для себя определился. А что делать с этим, я не знаю. Я ему говорю, так, а смотри, ну ты же зато многого добился, тебя все хвалят. То есть он такой очень, очень, ну, многих добился в жизни результатов, да, таких, которым другие могут позавидовать. А он говорит, ну я там неплохо, я все время добиваюсь, чтобы меня похвалили. Все время я делаю, делаю, делаю для других, как бы о себе вообще не помню. То есть он такое обнаружил в себе. То есть что получается? Значит, получается что? Что человек, который хочет добиться истины, да, правды, то он должен исправить свои качества, которые определяют его способ мышления, свои негативные качества, которые определяют его способ мышления. Но даже позитивное это качество тоже, он же здесь сам пишет, автор, да, что любящий, он будет по своей любви, по своей любви он будет тоже, как сказать, искажать реальность в сторону, что вот такие все хорошие, все хорошие, нет ничего плохого, никто ничего плохого не делает. И он может стать таким образом, есть такое в Талмуде выражение, что бывает, что человек, он, тот, кто милосердный к злодеям, он потом будет жестоким к добрым. И получается действительно, вот этот вот Синуар, который, чтобы стерлось его имя, злодей, который убийца, он своими руками убил там десятки людей, потом он был здесь на пожизненном заключении, потом его поменяли, тысячу убийц поменяли на одного солдата. Этот солдат приехал, уехал из Израиля, его сейчас здесь нет, я слышал вообще. А вот это вот тысяча убийц во главе с Синуаром убили 1200 мирных граждан, и так как ответ по-любому будет, и они знали, что ответ будет, и они надеялись на этот ответ, чтобы Израиль начал за ними гнаться, и они думали, мы еще больше убьем людей, то они, получается, что вот эти вот убийцы, которых вроде бы по доброте их отпустили, но вызвало это огромное зло. Понимаете, как бывает? То есть очень все в мире удивительно. Теперь он нам говорит такую вещь. Ложь бывает девяти видов. И приводит он нам девять видов, причем последний вид, я начну с девятого вида, потому что мне этот девятый вид очень понравился. Девять видов лжи. Значит, девятый вид лжи, он такой. Значит, рассказывает, что слышал, обманывает, рассказывает, что слышал, но изменяет смысл по своему желанию. И хотя нет никому от этого вреда, а есть даже небольшая выгода, то так все равно делать нельзя. И рассказывается в Талмуде такая история, это девятый тип лжи, что был такой великий мудрец, звали его Раф. И у него была жена, которая была просто, она ему мозг выносила так, что просто, ну, вообще устраивала ему ад. И вот, значит, Раф, когда он говорил жене, приготовь мне чечевицу, она ему готовила бобы. А когда он говорил, приготовь бобы, она готовила чечевицу. То есть, делала все наоборот. Все, что он хотел, она делала ему назло наоборот. И сын у него был хия. Он как-то услышал, что отец говорит, хочу бобов. И он матери говорит, приготовь чечевицу, чтобы он поступил так, из уважения к отцу, хотел, чтобы ему было приготовлено то, что отец хочет. Да, но он хитростью хотел этого добиться. Раф запретил. И приносит ему, значит, он бобы, значит, сказал. И получает бобы. Он понимает, что-то тут не так. Не может быть, чтобы его жена сделала то, что он просил. И он выяснил, значит, и сыну говорит, не надо так делать. Тем не менее, Раф запретил ему поступать так. Потому что написано, научили свой язык лгать в пророке Ирмия, что Бог очень против лжи. И поэтому, хотя это ложь, которая вроде ничего плохого не принесла, но это четвертый вид лжи, значит, который, который, в общем, нельзя. Нельзя так делать. Значит, есть здесь, я вспоминаю, как-то мы спрашивали у Равина, можно ли в каком-то месте, там где-то что-то обмануть, чтобы вроде от этого никому нет зла. Это когда учился в Яшиве, вот мы задавали, там был сын Рамош Иляшев, сын Рав Иляшева, мы задавали все-все-все вопросы, очень, вот те, кто учится по-настоящему, в Яшивах, в Колелях, такие, которые люди хотят действительно все делать по максимуму, да. И мы спрашивали всякие вопросы. Я помню, как-то я задал ему вопрос, можно ли так сделать. Вроде это было, ну, чуть-чуть искажение, но не было от этого никому вреда, была только польза. Он говорит, нельзя, нельзя, потому что ты, вот то же самое он ответил, что ты приучаешь себя врать. И ты приучаешь себя врать, потом я уже, когда я уже не учился в Яшиве, я уже занимался бизнесом, я помню, был такой случай у меня, я, значит, что он имел в виду, нельзя врать, потому что в итоге все равно это приводит к каким-то негативным последствиям. Значит, мы прилетаем в Киев, я, как сейчас помню, в Борисполь, и я иду со своим сыном, ему тогда было лет 8, 7-8 лет такой он еще был, маленький, Яков такой, рыженький, хороший мальчик, который учился в Хейдере, был такой прям цадик, праведник. И вот, значит, мы идем, и стоят огромные-огромные очереди, стоят на прилете в пограничников. И есть одно окно, написано для дипломатов и для экипажа, и никого. Я думаю, если я пойду сейчас в это окно, то меня, в принципе, могут пропустить, потому что сидит пограничник, ничего не делает, никого нет, ни дипломатов, ни экипажа, сидит пограничник, что, почему нет. Плюс это было самое близкое к нам окно, мы шли, вот как раз первое, это было окно. А дальше огромные-огромные очереди. И я, Яшу говорю, идем. И мы так идем к этому окну напрямую. Он говорит, папа, это же для дипломатов и для экипажей. Я говорю, ну, а что, мы дипломаты, мы, говорю, послы мира. Мы же за мир, правильно? Правильно. Мы, значит, послы мира, значит, мы дипломаты. Я так, ну, для себя решил, что он говорит, ну, да. Я говорю, ну, врать нельзя, в общем, все. Подходим мы к, а там стоит пограничница, которая направляет людей. И она говорит, а вы что, дипломаты? А мы с Яшей идем за руку, так, где рыженький мальчик, я. А я знаю же, что врать нельзя. Но я ей говорю, а что, не видно? Я задаю вопрос, что не видно? Она говорит, вы дипломаты? Я говорю, а что, не видно? И уже я подготовил ответ, такой полушутка, да, мы послы мира, мы за мир, да, то есть, мы послы мира. Дипломатичные послы мира. Я думал, если, ну, не пустят, не пустят, что? Значит, она говорит, проходите, да, видно. И мы проходим, нас пропускают, мы без очереди прошли. Я Яше говорю, видишь, Яша, мы не соврали, мы не обманули, но мы прошли, очередь сэкономили. На следующее утро, ровно утром следующего дня, он просыпается утром, и утром нужно сказать благословение утреннее, помолиться, и, значит, потом только можно заниматься всеми делами. Это были каникулы. И он выбегает из комнаты, прям буквально, вот он проснулся, и он выбегает из комнаты, буквально прошло там, ну, пять минут. А если все помолиться, нужно минимум пятнадцать, даже если очень быстро, а лучше двадцать. А он выбегает там через пять, например. И я говорю, Яша, а ты помолился? Как бы, ну, сказал благословение, помолился. Он мне такой, на меня смотрит, говорит, папа, ну, а как ты думаешь? И видно было, что это был его тренировочный такой, вот именно он вчера этот урок воспринял, и он, прямо он говорит, ну, а как ты думаешь? Я говорю, думаю, что нет. Он говорит, да, говорит, нет, точно, а ты, говорит, правильно думаешь. Типа я, ну, там, только начал, но не успел, и вернулся обратно. Но если бы я сказал, что думаешь, что да, он бы убежал бы. То есть, вот этот вот момент, он, если ты обманываешь, что в любом случае, оно каким-то образом потом может тебе выйти боком, да, и даже то, что, например, Яаков обманул и взял благословение с обманом, да, пускай ему мама сказала, пускай это был обман, там был такой обман, когда его отец спросил Ицхак Яакова, это Исав, сейчас, это, а кто это, кто это, он спросил, ну, кто здесь, спросил Ицхак, Аяков его сын, которого мама одела в шкуры, чтобы он был волосатый, как Исав, он сказал, это я, ты кто, он говорит, это я, пауза, Исав, твой сын, то есть, если взять, просто прочитать по тексту, да, без паузы, то получится, это я, Исав, твой сын, правильно? Теперь Тора, она очень точно нам передает все, что там было, и он хотел минимизировать, ложь, чтобы он не хотел врать, и он сказал чистую правду, значит, он ему сказал, это я, он говорит, ты кто здесь, он говорит, это я, Исав, твой сын, то есть, понятно, да, он, если разделить эти два предложения, то ты кто здесь, это я, второе предложение, Исав, твой сын, все чисто правда, но вместе сложить, получается, обманул, дальше, он разбирает мудрецы этот вопрос, очень сильно, как он мог обмануть? Сказала ему его мама Ривка, которая была в пророчестве, у нее было пророчество, да, она пришла к Шему и Эверу, Шем это был сын Ноаха, и когда они еще были в животе, и он сдал пророчество, что благословение должен получить Иоакова, не Исав. То есть, она шла по пророчеству, почему она папе не сказала, почему она мужу не сказала, это отдельный вопрос, почему она не сказала, почему она никогда не спорила с мужем, то есть, почему она решила сделать это в тайне, полагаясь на Всевышнего, это мы не знаем, но по факту, есть что есть, да, что-то вот у нас сегодня, сегодня у нас Ютуб как-то сбивается. Хорошо, еще раз, значит, есть вид лжи, который приводит к хорошим, к правде, то есть, главная линия там объяснений такая, что ложь это или правда, есть критерии простой, да, в данный момент, а есть критерии, это ведет к добру или не к добру, и приводят мудрецы такой пример, вот, например, человек переводит старушку через дорогу, он делает доброе дело, он ей переводит, говорите добрые слова и так далее, значит, он ее переводит через дорогу, доброе дело, вроде доброе, а если, например, он ее переводит через дорогу, чтобы потом у нее украсть кошелек и вообще переписать на себя квартиру, не дай Бог ее убить, то это уже зло, это обман, то есть, он изначально в этом аспекте, он делает как бы добро, для того, но цель его это зло, это обман, то есть, мудрецы сказали, что Яков, когда он выполнял то, что мама сказала, а мама сказала, потому что про роти сказали. И это было вроде внешний обман, но для хорошей цели. Но в итоге-то все равно ему это даже обман для хорошей цели, сколько он потом через него страдал. Исаф хотел его убить. Это очень серьезно закрутилась история. Обман, в принципе, даже с хорошей целью, но сам по себе Бог не любит обман. Теперь давайте вернемся. Это был девятый вид лжи. Теперь, значит, первый вид лжи, он говорит. Первый вид лжи – это когда кто-то лжесвидетельствует или обманывает, ему дали вещи в залог, или он занял деньги, и он обманывает, что этого не было. То есть это ложь, которая принесла зло. Царь Саламон говорил, что есть шесть, кого ненавидит Всевышний, а седьмой ему отвратительно больше всего. Это притча, шестая глава, шестнадцатый отрывок. И там написано, что глаза гордые – это первое, язык лживый – это второе. А значит, это Всевышний ненавидит. Да? Всевышний это ненавидит. Теперь, но в первом виде лжи, когда это делается для того, чтобы ограбить, есть два аспекта, что он и обманул, еще и ограбил. То есть это очень плохо. Второй вид лжи – ложь, от которой никому нет вреда. Но такая ложь произносится человеком, который намерен склонить другого, верить ему, доверять, и не таиться перед ним. И тогда он сможет причинить зло. Как сказано в пророке Ерме, что устами своими мирно говорят с ближним своим, а в сердце своем готовят ему засаду. Это вот как раз история про бабушку, когда он эту бабушку помогает, переводит, но чтобы ей сделать плохо. Это второй вид лжи. То есть в данный момент вроде это не ложь, а в итоге это самое лживое, что такое может быть. Третий вид лжи – это как раз вот эти вот, которые Хамас, которые типа мы хотим принести добро людям, а в итоге они принесли столько зла, что просто невозможно. Весь регион в войне, сотни тысяч людей пострадали, и это то зло, которое они вроде говорили добрые слова, что да, мы за свободу, за все, и в итоге их всех поубивают, и столько зла, сколько они сделали, нет. Ну то есть итог их поведения – это зло. Как, например, тоже могу сказать, лично мое мнение, что когда был Майдан, то есть люди шли с очень добрыми намерениями, очень добрые были намерения у людей, в итоге их намерение выйти на Майдан, скинуть Януковича, и привело к тому, что с 14-го года, просто уже 10 лет, ну страдает столько людей, столько погибло, столько все. То есть если бы они знали, еще раз, Израиль, если кто, кто учит Тору, кто знает, что есть там Библия, что угодно, Израиль, царь Соломон построил первый Иерусалимский храм 2800 лет назад, с этим никто не спорит. Мы изучаем слова царя Соломона, то есть здесь Израиль находится полностью на своей земле, это даже как бы не обсуждается, откуда взялась эта Палестина, которую назвали Фалестин, это назвали римляне, это место, это вообще, ну даже нечего обсуждать, что Израиль, это место Израиля было, есть и будет всегда, так Бог сказал. Теперь, значит, давайте дальше. Второй вид лжи, это ложь, когда человек говорит правду, но в итоге он приносит зло. Третий вид лжи, это когда обманывают не для того, чтобы отнять имущество, но лжец видит, что ближнего ожидает блага, и он старается забрать это благо себе, ложью и обманом. Или обманывает ближнего, чтобы получить подарок, например, принеся ложную весть. И откуда мы это знаем, что это ложь? Тот, кто обманывает, как бы поклоняется идолам, то есть Яаков не хотел это делать, да, Яаков, сын Давида, мир ему. Конечно же, царь Давид, он был царь Израиля, а не царь Палестины. И понятное дело, сын Давид и царь Соломон, он был царь Израиля. Да, то есть, как вообще у кого в голове бывает, что Израиль, это принадлежит к каким-то Палестине? Какая Палестина? Израиль это Израиль, как бы Иерусалим это Иерусалим. О чем вообще речь идет? Откуда Палестина? Просто интересно. Ну, мне как-то это вообще отсутствие, полное отсутствие логики, да? Хорошо. Значит, Яаков не хотел. Он говорит, друг очупает меня, отец мой, я буду в его глазах обманщиком. Он не хотел идти и получать это благословение. Но мать ему сказала, все, если это неправильно, мать сказала, то это на меня идет. Пусть проклятие идет на меня. Я тебе говорю, я твоя мать, ты должен слушаться мать, должен слушаться отца. Я твоя мать, я тебе говорю, что так надо сделать, все. Если что-то неправильно, пузо идет на меня. И Яаков послушался маму. Но там был другой момент. Вы же помните, что вначале Эйсав продал ему первородство. То есть, первородство, которое было, Эйсав вышел первым, да, из живота матери, они были близнецы, но он вышел первым. Первый сын, он должен был служить Богу, и он должен был быть священником. И когда Эйсаву было 13 лет, он пришел с охоты, предания говорить, что он убил человека, изнасиловал женщину, и он как бы выбрал этот путь, быть бандитом. И он, значит, в это время умер Авраам. И Яаков, который сидел, учил Тору, он был духовный человек, ему не нужно было вот этот весь бандитизм, материальный мир, он варил чечевичную похлебку. Эйсав ему сказал, дай мне эту похлебку. Он говорит, слушай, продай мне первородство, да, зачем тебе быть священником? Тот говорит, точно, зачем мне это, я иду умирать, так он сказал ему. Я иду умирать, то есть я не хочу жить в духовном мире, я иду умирать, я живу в этом мире, все, говорит, согласен, продаю. И он продал ему первородство. И когда Ицхак хотел благословить первого сына, то по закону уже было куплено Яковом. Но все задают вопрос, а почему Ицхак, он что, не знал это все? Он знал это все, уже 30 минут прошло. Но у него был расчет какой, что с помощью благословения он передаст Эйсаву материальный мир, власть над материальным миром. И Эйсав, это как родоначальник европейских народов, да, Эйсав, это как раз он, вот потом его город был, это Рим. Он основали, сыновья Эйсава основали Рим. И Рим это Римская империя, они правили всем миром тогда. И Ицхак, он думал так, что если разделить между ними и отдать власть над миром, деньги, благословения, вот все, что касается этого мира, отдать Эйсаву, а духовность, чтобы служил Богу Яков, он ему так и хотел, духовность, это то, что человек берет своими действиями, да, то есть связь с Богом, это чистый выбор, то тогда получится очень равновесная картина. И Эйсав, он, кто, например, хотя китайцы убивают и буддистик монахов тоже, но вот буддистские монахи, которые обед бедности, ходят с кружечками, просят подаяния, поют там Харе Кришна в каких-то этих самых оранжевых таких натидочках, кто их ненавидит? Никто не ненавидит. И поэтому хотел Ицхак разделить между материальным миром и духовным сказать, вот духовный мир идет Якову, да, Исраэль, пускай служит Богу, все, а Исав, пускай властвует над материальным миром и десятую часть, десятину отдает Якову и будет тогда равновесная картина. Это был расчет Ицхака, он думал, что так лучше. А Ривка, она считала не так, она считала, что тот, кто служит Богу, тому и должно быть благословение. То есть это не разделенные вещи. Поэтому она считала, раз Яков служит Богу, ему должно быть и материальное благословение. Поэтому это всем нам задуматься о том, что действительно тот, кто служит Богу по-настоящему, будет ему хорошо и в этом мире, и в мире грядущем. И вот мне напоминает Влад Косов, что ссылочку сейчас он тоже бросит. У нас есть редактор Вайкра, который все тексты обрабатывает, все видео обрабатывает. Он живет в Киеве. И он уже несколько лет, у него, к сожалению, не очень хорошее состояние здоровья. Дай Бог ему здоровья, его маме, они очень болеют и почти не выходят из квартиры. Поэтому им просто необходимо купить генератор, потому что зимой, хотя я верю, что уже война закончится, по-любому к зиме будет все хорошо, но на всякий случай им нужен очень генератор. И генератор этот нужен специально, потому что это маленькая квартира, он не может быть этим самым бензиновым, а нужен особенно электричество, чтобы он собирал электричество, а потом мог там несколько дней держать, если не будет электричества. Поэтому если кто может помочь и ссылочка, вот внизу ссылочка в фейсбуке только есть ссылочка, было бы хорошо ее бросить и в ютюбе тоже эту ссылку, и в телеграме, да. И, значит, пожалуйста, помогите Владу, его маме купить генератор. Мы все объявляем сбор, каждый по чуть-чуть, вот у них будет генератор, будут жить в тепле и с электричеством. Все, всем удачи, успехов, чтобы было благословение в духовном, в материальном, и чтобы мы научились не обманывать, ну, завтра мы продолжим, продолжим. Четвертый у нас тип лжи, есть всего девять тип лжи, научимся, как не обманывать, и, конечно же, все тогда поймут, что Эрец Израиль, земля Израиля, она земля Израиля, она никак не Палестина. И царь Соломон, не зря же он строил Иерусалимский храм, и он был царь Израиля, царь в Иерусалиме. Как можно вообще, люди клянутся, там весь мир на Библии, если христиане, да, там написано, что это земля Израиля, но как можно по-другому, то есть это же очевидно. Я даже, ну, я не понимаю, откуда вообще взялись вот эти вот Палестины, их интересно, что это были египтяне, вон Египет рядом, сколько Синаи, все, пустите их, никто же не хочет пускать. И было оно под властью, кстати, интересно, что, если вы посмотрите, вот этот вот Аза, она была под властью Египта. Египтяне даже близко не хотели слышать ни про какую Палестину, никакого вообще, никто им не давал, нету такого народа палестинцы. Есть египтяне, у них есть Египет, есть иорданцы, у них есть иордания. Нету такого народа палестинцы и никогда не было. Поэтому не надо обманывать, нужно честно, спокойненько, есть Египет, есть иордания, есть 2 миллиарда, 2 миллиарда есть мусульман, если так любят вот этих вот палестинцам, то Америка готова каждому из них купить квартиру, Америка чисто из вопроса мира, купить квартиру в Египте каждому, каждой семье, значит, готова вложить миллиарды, миллиарды долларов, но никто их не хочет пускать, никто их не хочет, вот такая вот история. В общем, с Божьей помощью, но опять же, вся вот эта вот война, она для чего? Всевышний вынужден сделать войну, потому что мы забыли, как благодарить Всевышнего. Вот это я хочу тоже одну вещь сказать. Вот была страшная ситуация, обстрел Ахмадеда, да, больница, разрушено два корпуса, и ни один ребенок не погиб. Хоть кто бы сказал, слава Всевышнему, спасибо Всевышнему за то, что, значит, дети остались живы. Пока дети живы, обычно родители ругают их, ругают, каждый день, если бы они говорили, спасибо Всевышнему, что дети живы, здоровы и все хорошо, никто бы не болел. То есть люди не хотят идти к Всевышнему через путь добра, Всевышний вынужден, чтобы мы о нем вспоминали, давать нам неприятности. И это самый главный урок, который вот я хочу донести через уроки Торы, что к Богу есть два пути. Или падающие самолеты, все становятся религиозными, ну, война, трагедии и так далее, нету света, и тогда все сидят и молятся, Господи, дай света. Или когда есть свет, говорит спасибо, говорит спасибо Всевышнему, говорит спасибо Всевышнему за то, что есть свет. Говорит спасибо Всевышнему, что два корпуса разрушены больницей, в которой, я был же в Киеве, это огромная больница, там тысячи детей, да, тысячи, тысячи детей, и во время обстрела ни один ребенок не погиб. Это удивительно, их надо сказать спасибо Всевышнему за чудо. И тогда не было бы, да, не через день померся личный хлопчик, который был в реанимации, там он был уже, умирал в этой больнице, он был признан, это был безнадежный ребенок в реанимации. Я говорю про обстрел. Вот зачем вы пытаетесь уменьшить чудо Всевышнего, что никто не погиб во время обстрела? Вот знаете, мне это тоже непонятно. Чтобы не поблагодарить Всевышнего за то, что во время обстрела никто не погиб, говорят, ну, хлопчик же один погиб ребенок через несколько дней после обстрела. Только лишь бы не благодарить Всевышнего. Виктория Рогачева, да, два корпуса разрушена полностью больница, погиб один врач, и, значит, ребенок один скончался через несколько дней. Это горе, это страшно. Но почему вы хотите уменьшить чудо Всевышнего, который в этот момент спас, чтобы мы о нем вспомнили о Боге? А мы все равно не вспоминаем. Вы понимаете, в чем самая большая проблема? Что люди, когда им хорошо, про Бога забывают. Они все время недовольны Всевышним, все время говорят, что все мне плохо, плохо, плохо. Всевышний говорит, ну, сколько же можно? Возьмите наличные отношения. Вы к какому-то человеку делаете добро. Все время вы ему делаете добро, а он все время вами недоволен. Все время он смотрит на вас. То не так, это не так, то не так, это не так. Ну, в конце концов, ну, у кого хватит терпения? Так вот, не надо быть такими. Нужно Бога благодарить и быть благодарными Богу за все, что есть у нас. Ничего Бог нам не должен. С момента рождения каждый вдох – это подарок, подарок Всевышнего. И тот, кто не ценит это, потом Всевышний, ну, а Всевышний же хочет, чтобы мы с ним соединились, чтобы мы жили вечно, хочет нам, он же добрый. Он говорит, ладно, ну, тогда заберу сейчас, чтобы ты вспомнил обо мне, чтобы ты начал благодарить, молиться, радоваться. Все, убрали электричество, вернули электричество. Спасибо Всевышнему. Все, слава Богу, есть электричество. Один час. А что потом? Потом опять недовольны. Все, спасибо Всевышнему за все его чудеса. Спасибо, что есть люди, которые слышат, которые начали благодарить. И с Божьей помощью мы узнаем о еще других видах лжи, избавимся от них. Увидим правду, что Всевышний делает для нас чудеса, что мы каждый день должны прыгать до потолка от радости, сколько Всевышний нам делает добра. Все, всем счастливо, удачи, успехов, до завтра. И не забудьте Владу перевести на генератор, потому что человек не выходит несколько лет уже из квартиры и старается, сколько делает добра. Субтитры создавал DimaTorzok